Музыка Государство имеет возможность изменять свою политику, именно а, бюджетная политика, потому что разговоры 35-летние о создании инвестиционного климата, как вы видите, ни к чему кроме потерь не привели. Второе – это кредитно-денежная политика, которая может дать импульсы развития страны. Мы совсем недавно во вторник слушали председателя Банка России Эльвиру Сахибзадовну, ну и вы видите, что у них с Силуановым позиция не меняется, независимо от СВО, не СВО. Ну, то есть было одно бюджетное правило, которое привело к тому, что канализировали нефтегазовые доходы ФНБ, потом только на одной переоценке, вот думайте, сейчас рассматривают поправки, вот ребята остановятся, да, надо там 3 миллиарда, 8 миллиардов, 10 миллиардов. О, у вас источников нет. Фонд национального благосостояния, повторяю, только на переоценке потерял 4 триллиона, и ответственных нет, понимаете. Мы вот с этим вопросом крайне не согласны, и сейчас завершаем еще пятый вариант поправок в закон о Банке России, потому что мы убеждены, что Банк России не может продолжать иметь права на все, ни за что не отвечать. Мы убеждены, что Банк России обязан отвечать за рост экономики, и мы убеждены, что завышенная ключевая ставка, она ничего хорошего в нашей экономике не несет. Точно так же, как и бюджетная политика. Вы обратите внимание, Соловьем поет Макаров, рассказывая, какой у нас чудесный бюджет, и как все правильно. А в это же время идут команды в регионы, идет секвестирование, вообще-то, расходной части регионов, а регионы у нас и без того обижены. Почему? Потому что у нас давным-давно, еще 15 лет назад изменен налоговый кодекс, и расходы у нас вместо 50 на 50, сегодня получается 70 на 30. Мы, кстати говоря, вносили дважды законопроект, как о возвращении налогового кодекс положения, о равном распределении расходной части, так и о необходимости выравнивания доходов субъектов федерации через отдачу им хотя бы 40% налога на добавленную стоимость. Но, к сожалению, большинство пока не принимает наших предложений. Кроме этого, мы глубоко убеждены, что без реальной программы импортозамещения, а не 20-летних сказках об импортозамещении, ничего не бывает. Мы, наша делегация на закрытом заседании, на встрече с руководителями трех министерств, Минфина, Минэкономеразвития, Минпрома и ЦБ, мы поставили эти вопросы, нам, к сожалению, не смогли ответить. Задаем вопрос, можете представить нам программу 1, 2, 3, 4, 5 и далее по списку, когда, где и при каких условиях и по какой цене появятся заводы по импортозамещению. Да вот, мы там работаем, а конкретики нет. А я, технократ, и считаю, что пока нет конкретного плана мероприятий, который переименовали в дорожную карту, где будет названо номер по порядку, наименование завода с перечем того, что он будет выпускать, ответственно, кто отвечает за запуск этого завода, не определены вузы, которые будут готовить кадры для этого завода, никакого импортозамещения не будет. Пока происходит у нас не импортозамещение, а импорт западных стран меняется на импорт с Турции, Китая и других стран, параллельно давая им заработать, а резко утяжеляется бестоимость нашей экономики. Поэтому мы не будем галацовать за бюджет. На этой неделе заканчивается работа над бюджетом во втором чтении. На следующей неделе Государственная Дума будет рассматривать его на полинарном заседании. Несмотря на огромную проделанную работу всеми депутатами, в том числе нашей фракции, комитетами, счетной палатой, правительством, наша фракция приняла решение голосовать против бюджета. На это есть несколько причин. Одну, самую главную, назвал Геннадий Андреевич Зюганов в своем выступлении при обсуждении бюджета. Это то, что мы не согласны с приоритетами бюджета в социальном и экономическом блоке. Да, правительство нашло возможность сохранить расходы на поддержку самых незащищенных слоев населения. Но мы считаем, что она недостаточна. Люди не должны получать такие копеечные пособия на детей. Люди не должны годами, десятилетиями ждать очереди на жилье, особенно если это касается детей-сирот, ветеранов боевых действий, строителей БАМа. Должны быть увеличены расходы на здравоохранение, образование, культуру, ЖКХ. Должна быть увеличена поддержка реальных секторов экономики, сельского хозяйства. С учетом всего этого расходная часть бюджета, по нашему мнению, должна быть увеличена в полтора раза. И с учетом этой логики депутатами нашей фракции было внесено целый ряд системных поправок. Традиционно наши поправки не поддерживаются думским большинством, правительством Российской Федерации. И самый главный аргумент, который мы слышим, это что нет денег. Мы считаем, что при наличии политической воли деньги найти можно. И у нас есть конкретные предложения, как это сделать. Это и увеличение налоговой нагрузки на экспортеров ресурсов, прежде всего нефти и газа. Это увеличение налоговой нагрузки на роскошь и сверхпотребление. Это реальная шкала, прогрессивная шкала НДФЛ. Ну и, конечно же, это отмена бюджетного правила, который изымает средства из нашей экономики и тормозит ее развитие. И мы уверены, что при вот эти и другие меры, которые мы предлагаем, позволят увеличить расходы на образование, здравоохранение минимум в два раза, доведя их до 5%. И увеличить поддержку реальных секторов экономики на десятки процентов. И мы видим, что несмотря на то, что правительство не поддерживает наши предложения, некоторые меры, которые мы предлагали в прошлом, правительство начинает воплощать. Например, в этом году правительство услышало нас и увеличило, немного, но увеличило нагрузку на экспортеров нефти и газа. В прошлом мы видели робкие, но все же попытки вести прогрессивную шкалу НДФЛ. Поэтому мы уверены, что при системной работе и при поддержке наших избирателей мы добьемся всех наших требований. Обратите внимание, Газпром, как нам стало известно, только за первые полугодия определил себе дивиденды 1 триллион 208 миллиардов. Ну объясните мне, какое же это национальное было состояние России, если дивиденды получают акционеры Газпрома в условиях СВО, в условиях секвестирования всевозможных социальных выплат. И здесь вызывает недоумение тот факт, что вот если вы посмотрите доходную часть там, от газа, несмотря на весь рост цен, у нас всего там около 800 миллиардов доходная часть. А вы умножьте 500 миллиардов, я даже сокращенно беру, умножьте на стоимость, которая есть сегодня на рынке. Нам говорят, что мы не уменьшили экспорт. И сразу получите сумму и задайте себе вопрос, а куда же эта сумма тогда девать? Налоги-то должны быть для всех одинаковые. У нас придумали там Роснефтегазы и кучу других компаний, что в принципе, с нашей точки зрения, является продолжением разграбления России вместо использования ресурсов углеводородных на ее развитие. В повестке дня много вопросов. Один из вопросов о теплоснабжении и как издевательство в городе Ростове-на-Дону. Дом Кривошлыковский, 4, расселяют, отключили людей уже от теплоснабжения. Понятно, что в этой ситуации люди будут мерзнуть. И председатель Следственного комитета подключился. Но никто не может справиться с этой проблемой. Мелочные проблемы решить не могут, а пытаются брать какие-то глобальные вещи. Ну а глобальные вещи уже мои товарищи сказали о том, что необходимо увеличивать финансирование насущных проблем людей. И, к сожалению, бюджетный комитет работает таким образом, что поправки, предлагаемые другими партией, кроме правящей, они не воспринимаются. И не воспринимаются какие поправки. Из 18 миллионов детей только 5 миллионов отдыхают летом в различных санаториях и пионерских лагерях. Мы говорим, ребята, увеличивать надо финансирование. К сожалению, наши поправки не принимаются. О том, что бесплатное питание для всех школьников должно быть, к сожалению, эта поправка не принимается. О том, что те мобилизованные, которые участвуют в СВО, детям выплачивать ежемесячное пособие, это поправка. Не поддерживается. Ну как, если детей не поддерживать, то кого бы им поддерживать? Николай Васильевич уже сказал, что, к сожалению, поддерживаем акционеров «Газпрома». К сведению, 16% акций «Газпрома» находятся в американских депозитарных бумагах. 39. А 39 – это другие акционеры. А чисто американцам принадлежат 16%. Это 200 миллиардов рублей уйдут в Соединенные Штаты Америки, которые нам поставляют проблемы. И рассматриваются вопросы. Военным пенсионерам надо платить 85% от законной пенсии. Да как это? 100%, даже 110, 120% надо военным пенсионерам платить. Но акционерам «Газпрома» и иностранцам платим. 100% за полгода заплатили триллион 200 миллиардов рублей. И следующий вопрос. Вчера рассматривался вопрос об образовании. Два часа мы усулили этот вопрос. Вячеслав Викторович правильно сказал. Надо обращаться к Циолковскому. У Циолковска есть работа в этом направлении. Какой тип школы желателен? Там все ясно, понятно написано. Надо обращаться к классикам и двигаться в сторону развития. В этом году 100-летие Союза Советских Социалистических Республик. У нас есть все предложения, которые исходят из этой великой страны. Ну, надо поддерживать предложения Коммунистической партии Российской Федерации. Ну и самое главное, надо быть более, скажем так, ответственными, более активными в защите своих интересов. Спасибо. Здесь я хотел бы добавить, нам не только Циолковского надо поддерживать. Нам надо прежде всего всем обратиться к нашему пакету законов. У нас давным-давно разработан и 9 раз носился закон образования для всех. Вот у нас с одной стороны есть бюджетное правило, с другой стороны вы вчера видели песни о том, как все беспокоенные образования. Но если вы посмотрите, в любой стране семерки, Китая, на образование тратится не менее 7% расходной части бюджета. У нас 3,6%. Ну вот, казалось бы, простой вопрос, да? Второе. У нас ведь есть колоссальная дифференциация регионов из-за бюджетной обеспеченности. Одно дело Москва, в которой зарплата учителей в 10 раз выше, чем в среднем по России. С другой стороны периферия. И все озабочены, говорят, нет учителей. Ну куда же они поедут? Если раньше были гарантии обеспечения жильем, были гарантии обеспечения социальных гарантий в форме путевки, классного руководителя, доплата и другие, сегодня это все упразднено. Понимаете? Доктора. Сегодня есть колоссальная проблема, вот у нас через 2 недели будет отчитываться, извиняюсь, на следующей неделе будет министр здравоохранения Мурашко. Вот мы проводили круглый стол по скорой помощи. Вот думайте, в одном субъекте разница в заработных платах работников скорой помощи составляет 30%. Водитель, который должен возить, одни пенсионеры, почему? Потому что 20 тысяч платят. Ну вопрос-то заключается в том, что без водителя вы никуда доктора не довезете, да? И в данной ситуации, с нашей точки зрения, необходимо, а, принять бюджет развития, о котором говорил Михаил Викторович. У нас полностью этот пакет закона многократно вносился и сегодня есть. Б, мы убеждены, что надо сегодня вернуть, кроме того, что сказал Михаил Викторович, как раз госмонополию на производство и продажу ликвироводочных идей и изделий. А, мы исключим отравление некачественным, да? Б, мы получим дополнительные доходы в бюджет, которые как раз можно тратить и на все образовательные и социальные нужды. Ну и, конечно же, с нашей точки зрения, надо перестраивать экономику с экономикой освоения денег на экономику решения проблем. У нас сегодня пока экономика освоения бюджетных потоков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова